Броуки самые хайповые, самые интересные, самые популярные на сегодняшний день команды, не считая нас. Привет, друзья! Это Егор. Грандиозное для меня событие. Мой клуб Броуки играет с моим родным клубом Амкалом в моем родном городе Одинсове, пятница в час дня. А накануне этого памятного мероприятия мы случайно встретились с Германом в клинике моего друга Эдуарда Безуглова Smart Recovery и решили задать друг другу несколько вопросов не только о матче Амкала и Броуков, не только о Сереге Давыдове и Рикьяна или о том, что Прокоп остался в Амкале, но также и о Тудроц, их обещании уничтожить Амкал, и о на спорте и уходе Крапа, и о медиафутболе вообще. Вот что коротко получилось. Смотрите, пожалуйста. Итак, друзья, мы собрались в этом зале для пресс-конференции, чтобы начать... Души для пресс-конференции. Чтобы начать беседу о тяжелейшем, принципиальнейшем, злостнейшем матче между Амкалом и Броуками. Но первое, что хотелось бы спросить, этот матч товарищеский или официальный, контрольный? Контрольный. Почему? Потому что... Нет, вообще... Он бесконтрольный. Можно быть такой матч? Нахрена вам нужен был матч с Броуками? Нам нужен контрольный матч перед выездом. И из всех соперников, которые существуют в Москве, Броуки самые хайповые, самые интересные, самые популярные на сегодняшний день команды. Не считая нас. А с кем вы еще вели переговоры? Ни с кем. А Амкал не отказывается от игры. Ты когда закидываешь, сразу соглашаются. Поэтому все. Тут, знаешь, как... Есть возможность с разными командами сыграть. Вот предложили вам. Ты согласился. Все. Супер. Мы уничтожим на спорте. Мы уничтожим Амкал. Мы возьмем единую лигу. Тудроц! Да! Ну, это логичный вопрос, как всегда. Почему не с тудроцами? Кстати, ты слышал, как тудроцы сказали, что мы разъебем Амкал. Уничтожим. Уничтожим. Я очень переживаю за это слово, потому что я до конца не понимаю, что хочет сделать некед. Он хочет обыграть нас или уничтожить. Это пугает очень сильно. Ну, а пока я вам хочу напомнить несколько вещей. Первое. Подписывайтесь на YouTube-канал Броуков. Это очень важно. Подписывайтесь на телегу Броуков. Это важно вдвойне, потому что там скоро будет розыгрыш нашей... Вы играете. Вы согласились играть с нами матч, если учитывать, что вам через день не играть в лигу. Вы что, блядь? Вы кто? Вы роботы? Как вы будете играть? Во-первых, у нас заявки 35 человек. 35. Некоторых мы до сих пор не знаем. Хотя я вру на тренировку, когда на полполе пришло 30 человек. Я обалдел. Это, во-первых. Во-вторых, это же медиафутбол Герман. Здесь суть его заключается в том, что у тебя, когда 25 человек... Что не должно такого происходить, как у вас на спорте, когда с одной стороны не выходит даже Николай Полупанов, не говоря уже о рэп-звездах. А с другой стороны не выходит Филипп Воронин, например. Но зато выходит, да, там Финита. Хотя Финита и профессиональный футболист. Жди, завтра Финита гадится в бровку тебе. Расказали. Но если каждый играет в пятницу по 20, 30, 35, 40 минут, это не значит, что он должен упороться и устать до такой степени, чтобы не смочь сыграть в воскресенье. Здесь отмазки, что мы играем через 3 на 4, не работают, потому что очень мало футболистов проводят на поле все 90 минут. Гон это. И, кстати, команда Броки еще ни разу не бухала после игр, поэтому мы в пятницу тоже... Какие вы пывалки после этого? Да, ну поэтому, скорее всего, на дачу ко мне, если кто-то и поедет, то, скорее всего, у Амкалы жрать шашлык. Если погода будет хорошей. Свердина, Свердина! Ваша цель матча с Броком, это типа отыграться на них после жесткого поражения на спорте? Типа вот накидать там побольше мячей? Представьте, точнее, что Броки вас обыграли. Это вообще трагедией будет для вас, для Амкала, особенно после на спорте? Нам нет задачи отыграться. Мы проиграли по счету, но не на поле. На поле все было одинаково, скучно и плохо. У нас есть задача вообще изменить отношения и у игроков, и у тренерского штаба, и у наших зрителей после... Короче, нам не нравится все, что происходит после Динамо. Этот лить шлейф уже достаточно долго. Вы из Сибири, в Казань, и даже где-то игры, где кончаются победы, и там Таларки, и вот там Акбас, например. Мы все равно недовольны тем, как происходит там, и поэтому завтра мы хотим показать медиафутбол. Для нас это важнее, чем все. Можешь уточнить, уточняющий вопрос, чем вы именно недовольны? Ну, тем, как играет команда, как... Короче, шоу нету. Хотим шоу. Почему не сыграет капитан команды Эрик Ян? Болезненное для нас тело. А че, капитана не будет опять, да? Заебись, блядь. Ну хули, давай че, без него, блядь. Первый раз, блядь, не... Как второй, нормально, нормально, че? Все, давай, Кэп, давай, че, мы помучимся. Могу честно признать, что в тот момент, когда мы договаривались о переходе Эрик Янов Броуке, он сказал, что если переходит в команду, то только под десятым номером и только с капитанской повязкой. Мы не имели ни малейших сомнений, что именно этот человек поведет нас к победам, что именно этот человек сделает нас победителями медиа лиги. Но, к сожалению, он не явился на игру с СФК. Мы до сих пор не знаем, когда он поставил минус, мы до сих пор не знаем. Во-вторых, да, он пришел на тренировку, но не приехал на челленджи, потому что у него воспалились связки. И, соответственно, на игру с Амкалом он тоже поставил минус. Но я не знаю, работает ли такое с Эрик Яна, что там, где ты поставил минус, это на самом деле минус. Может быть, он поставил минус и хочет всех удивить и прийти на игру. Вот в чем проблема. Но если действительно его не будет, если капитанская повязка перейдет Сереге Давыдову, например, то я ощущаю реально, что, возможно, произойдет какой-то скандал, и Эрик Яна скажет, что больше не хочет играть за Броков. Я вполне это представляю. И я этого очень опасаюсь. И у тебя больше опыта разговора с Эрик Яном, поэтому, может, ты можешь дать нам какой-то совет, что делать. Вот если он в какой-то момент вдруг скажет, что я хочу уйти, отпускать или наоборот стараться сделать все, что ему понравилось. Эрик Яну это как красивее. Умом не понять, Рашину не измерить. В Эрик Яну можно только верить. Мы верим в Эрик Яну. Скажите мне, Герман, зачем вы, во-первых, подписали Прокопа, прямо перед матчем с Броком, а во-вторых, почему бы не отпустили никого из игроков по Энду на Медиа Лигу, хотя они очень хотят там играть? Ну, я бы не сказал, что они очень хотят там играть, наверное, от единицы, кто... Ну, и опять же, вопрос исключительно, я думаю, дополнительного какого-то заработка. А так... Да, вот Прокопа подписали. Ну, да, такой вопрос, зачем? Без зарплату, без зарплаты. Мы признали, что Прокопа мы подписали до матча на спорте. Просто мы готовили перформанс на игру, и, к сожалению, нам не получилось его показать, этот перформанс. Вот, соответственно, мы решили сделать пранк над зрителями, мы записали вот такой вот видос. Вот. Это не для броков, это продление контракта Прокопа для новых достижений, для целей. Вот, есть большая цель. Сейчас перестроить немножечко, еще одну перестроечку сделать, и больше в мышлении, и в стиле команды, а дальше задача будет взять МКС. Спасибо. Прокоп, мнение его о коллективе, в какой момент именно для тебя изменилось? Мнение его о коллективе изменилось, когда ты почувствовал, что он готов играть в МКС, или все это изначально было бифом? Вот многие думают, что биф был словчевым, что мы его сразу думали выгнать, но так не было. Сейчас многие думают, что проблемы Прокопа в МКС также были надуманы. Они были надуманы? Или это все было сценарием? Это не было сценарием, но действительно сложно проходила адаптация у Мишки, потому что он характерный, плюс у нас в МКС много лидеров с характером, а Мишка тоже, перейдя, хочет быть лидером. Вот, и пока все это устаканивалось, ему, скажем так, больше времени потребовалось, чем другим ребятам. Но в итоге идеально вот этот пазл нашлось, все сошлось, и все, и Мишка прикипел, и МКС прикипел к Мишке. И сейчас, мне кажется, очень... Ну, я его, правда, нигде не представляю, кроме МКС. Бля, ну что происходит за хуйня? У тебя даже джинсы порваны, тебя в МКС обделяют. Аренда, сто процентов? Аренда есть? Да, сейчас надо чуть-чуть. Вы слышали? Нет, давай Герону звонок сделаем после студии, поговорим. Ну, серьезно, почему ему? За кого? За нас, он говорит, аренда. Пойдет аренда. Да, он согласился только что. Сейчас, мне кажется, он находится там, где нужно. Будет ли играть завтра Данте, Саня Фифа, Бухар, Александр Тутов, кто еще? Шуйнов. Сергей Шуйнов и Райзен. Лиса. Райзен, к сожалению, Райзен, к сожалению, закончил карьеру футболиста. Как он закончил? Он возобновил? Возобновил, да, потому что он подвергся жесточайшей критике с моей стороны. В такой игре я не хотел, чтобы тренер и тренер, потому что я не хотел выпускать его на поле. Ты знаешь, что я СФК сказал, что если они обыграют Броков, то они одной ногой на МКС. И ты просто решил им подарок, да, сделать его в какой-то момент? А, так поэтому они так радовались после финала. Так и так и не ответил на вопрос-то. Да, разница. Женя повесил бутсы на гвоздь, и это еще не все, потому что он участвовал в челлендже против Денчика Фломастера его на днях. Это челлендж каличей новый, в котором райзен бросает вызов Денчику, Пандосу, Стасу. Ну, не калич, а, естественно, великих людей, да? А остальные игроки-то будут играть? но я бы на твоем месте на всех свыше написал, озаботился. Да. Стас был одним из идеологов. Саня Тифа, Гасилин младший, битвы сильных. Битвы сильных, да. Ну, нет, мне кажется, они пока еще не доросли до уровня. Нет, будут ли они на матче играть? А, Саня Тифа обязательно будет играть, я ему предложил даже в мист-тренерском штабе, мы обсуждаем, чтобы он вышел в основе, потому что... Капитанская повязка у него будет? Не факт, потому что тренерский штаб в восторге от бойцовских качеств Александра Андреева, ну и, плюс к всему, начальник команды. Сергей Шевнов рассматривается до сих пор исключительно как игрок основного состава, это вообще не обсуждается. Бухар, я думаю, после прекрасно проведенной игры с СВК, когда он отдал несколько передач, отдал голевую и создал несколько моментов, он тоже обязательно появится в основе. И про Толю пока не знаю, потому что на челленджи он не пришел, хотя мог бы получить шанс играть в основе против Амкала. Поэтому, кого мы еще не назвали из списка. Ну, Тутов обсуждается, тоже на челленджи не пришел, но в любом случае наравне время со всеми остальными он обязательно получит. Хорошо, еще важный вопрос. Вне зависимости от счета в игре, мы едем двумя командами на шелки к тебе на дачу? Кто готов? Кто готов? Вне зависимости от результата? Вот. Правильно? Да, да, да. Никак не могу не затронуть тему последних переходов. Вот представь себя на месте условного льва или Саня Текилы, когда какой-то футболист, например, Прокоп, просто говорит тебе «Я ухожу» и уходит после игры, надевая майку другой команды. Ты можешь себе вообще такое представить и что ты вообще можешь сделать, чтобы такого вдруг не произошло? Ну, здесь очень спорная история с двух сторон. С одной стороны, я согласен, что дроты говорят о том, что это яркие перформансы и плюс там есть какие-то совсем подробности, которые мы, наверное, никогда не узнаем о том, что не выполнялись какие-то обязательства. Финцово. Ну, мы не знаем, насколько это правда, насколько они были, эти обязательства и так далее. Вот. И другой момент о том, что, ну, наверное, там, Текиле написал, что не пожал руку, не подошел, типа только через НСУ обратился. так тоже, наверное, вот именно вот этот момент. Ну, то есть, прикольно сообщить на прямой трансляции о том, что ты уходишь. Классно, круто, но прикольно еще. то есть, помнишь, Ничай на ТНТ я также сообщил о том, что он уходит. И это тоже, ну, я об этом узнал так же, как и Краб сказал Текиле. И, как бы, это классно. Ну, все мы помним сентиментальный момент Ничая, и как все плакали и переживали за этот момент, а не, ну, не было хейтов в сторону Тёмы и так далее, чтобы было. Ну, то есть, он же по-дратски все это сделал и по-карифански. Ну, вот, короче, всегда надо оставаться человеком. Дмитрий, а если завтра случится так, что назначается пенальти ворота Амкала, вы готовы пробить этот пенальти? Я, естественно, готов пробить и будет обсуждаться, и будет обсуждаться, я даже тренировал этот удар, потому что пока что я могу делать несколько вещей, дойти до точки пенальти и пнуть мяч, скорее всего, пыром. Но, 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 не знаю, позволит ли мне человек, может быть, это и я человек, но мы устраиваем лечение, кто должен пробить пенальти Амкала. Вот, поэтому, если этот человек уступит мне, вдруг ее не будет находиться на поле, то я, конечно, надену, возможно, бутсы, выйду и забью свой отточенный мяч, например. Готов ли ты на что-то поспорить, на результат этого матча, или ты считаешь, что результат в этой игре абсолютно не важен и на сранку если готовы спорить, можете поспорить, кто оплачивает шашлыки двум командам после игры. Хорошая история, давай спорить. Нет, результат, понятно, что медиафутбол результат вряд ли, может стоять суп, ну, типа, крайне важным, прям, невероятным насигармом, как в персональном футболе, но при этом его же тоже нельзя забрасывать. Плох тот даже медиафутболист, который не хочет победить. Ну, он сремся даже на тренировке за поражение. Мы сегодня обыграли команду Чужого и угорали на Диму, он злился просто с пьёной урта, поэтому давай на команду, та команда оплачивает шашлыки, перегравшую. Да, и покупает ещё один мангал. И пиво, самое главное пиво. Насколько ты себя чувствуешь идеально по взглядам с райзен, руководяя одним клубом вдвоем? У вас, как ты думаешь, сколько процентов ответственности на тебя, сколько на нём будет ответственность? По проценту соотношения. Спасибо. Я не очень понимаю, сколько на мне и на мем ответственности, потому что у нас сразу были разделены обязанности. Райзен отвечал за форму, Райзен отвечал за лого, Райзен отвечал за присутствие в кадре своё и создание атмосферы вот этого угла. Да, хорошее отвечание. Нет, это большое, это... Давай не Юли, говори. Нет, я тебе прямо говорю, это чуть ли не ключевое значение, чтобы был суетолог, который туда-сюда носится на матчах, а другой должен это снимать. Но, опять же, условно, идея создания команды в данном контексте с моей стороны, с его стороны название. Ну, хорошо, 51% у кого владения? Допустим, если ты скажешь, я... Я думаю, что у меня. Всё? Спасибо за ответ. 51% скорее у меня. Ты, допустим, скажешь, мы хотим поехать на туркир, от Рутуба. Или, допустим, мы хотим вот сюда. нет, там не так работает. Ну, там работает так. Я накидываю всяких миллион идей, обычно, разных, потом, что-то из этого... решает Саня Тифа. Ну, если ролик выходит... Ты, например, можно же принять решение о том, что вот, если тренер говорит, что Данта он не будет выпускать, то тогда он уволен. Ну, так и райзен же сам говорит, что я его не выпускал. Я его не выпускал. Я его запрещал играть. А что райзен ты напихал? Ну, я райзен не пускал играть. Поэтому пока что, да, последнее слово пока за мной. В нашей команде. Все, спасибо. Я так считаю. Как бы ты описал сейчас свои отношения с райзеном? Они ухудшились, они улучшились? Или это прям вот будет такая принципиалка и осталась такая конфликтность с тех пор? Ну, то есть, тот ли этот человек, с кем ты до сих пор не хочешь появляться вместе в кадре? Ну, конфликтности нет 100%. В первую очередь, наверное, из-за того, что он мне писал. Мы с ним в личке, я не скажу, что мы прям пообщались, но он написал сообщение, которое я посчитал достаточно искренним. И все, у нас никаких отношений после этого не было. Нет, просто раньше ты говорил, что этот тот человек, с кем ты не хотел бы там общаться? Ну, потому что, ну, примерно вся команда Ancal помнит, как мы разошлись тогда на Урале. После, вот, случилась история, когда он мне написал, это еще было до отбора. Вот. И, ну, все. То есть, вы сейчас пожимаете друг другу руки без каких-либо там проблем здорово. Было случаться завтра увидеть. Они еще не пожимали друг другу руки. например, прошел год. Примерно ровный год, кстати. Да, это правда. Ну, хорошо, мы посмотрим, как они завтра встретятся и что будет загонять Райс. Но, пока что, у нас получается, скорее, такая, да, матч дружественных команд, чем антагонистов. Ну, мне кажется, что такой матч гораздо прикольный, как правило, проходит. Во-первых, есть место футболу, а во-вторых, мне кажется, что вот этот момент, что много игроков знают друг друга, он все равно вызовет много борьбы. Ну, если вы мне позволите, я готов в какой-то момент, если будет пенальти в ворота Броуков, я готов надеть форму Амкала и пробить... Только попробуй не забить. Нет, я буду честный здесь. в общем, мы решим, я внутри команды. Один раз уже такой матч у нас был, Амкал против Спортсру. Когда Федор играл по тайне. А, нет, она не считает. И он пенальти забил как раз Спортсру. Это пресс-конференция легкая в этом салоне. Обязательно подписывайтесь на канал, здесь говорят правду. Да. Но не договариваюсь. Но не договариваюсь. Всем пока.